Эти новенькие дома по улице Московской в Кохме закончили строить в ноябре 2016-го. И сразу же собственники поняли, что новоселье – это не только приятные хлопоты. Вода, которая была в подвале изначально, никуда не делась. Появились и другие сложности. На протяжении уже почти трех лет вода в подвалах присутствует, помещения влажные. Вот в первых подъездах у нас на первых этажах уже пошел грибок от влажности помещений. Кроме того, протечка крыш идет, так как у нас согласно схеме и по проекту дома предусмотрена гидро-ветроизоляция. Однако нет ни изоляции, ни утепления крыши, так же и подвальных помещений. В подвальных помещениях у нас нет гидроизоляции швов, нет утепления. Не получив от застройщика ответ на претензии к качеству строительства, жители дома обратились в суд. И он стал на сторону собственников. Теперь уже по суду организация должна произвести гидроизоляцию швов и подсыпку фундамента. То есть решение суда есть, почему он не исполняется, для меня, в общем-то, непонятно. А вода в фундаменте – это как бы только лишнее нарушение и норм содержания, плюс и, наверное, комары, и мошки, и запах, естественно, и разрушение фундамента, естественно. Поэтому, коллеги, я не знаю, вы работающие, старинные застройщики, в чем проблема, устранить-то все это дело, это раз. И администрация – это проезд к домам и организация противопожарных проездов между домами. Хотя вот есть мнение, что они там не нужны, но удивляет, дома стоят третий год, а вопрос у нас почему-то так в воздухе висит. Может быть, давно уже надо было уснять и сказать, что или их надо сделать, или надо по закону ответить, что они здесь просто не нужны. По словам представителей ОНФ, которые подключились к проблеме, чтобы решить вопрос насчет подъездных путей вдоль 49-го дома, нужно всего-навсего написать запрос в МЧС и узнать, требуется ли на самом деле этот противопожарный проезд. Но, по мнению чиновников Кохомской мэрии, не все так однозначно. Часть жителей данного микрорайона, она за строительство этой дороги, и в то же время часть жителей этого же микрорайона против строительства этой дороги, потому что возникнет круговое и кольцевое движение вокруг дома, что в первую очередь отразится на небезопасности для детей, которые в дворе постоянно находятся. Соответственно, пока здесь точка в этом вопросе не будет поставлена, администрация не может обязать застройщика строить эту дорогу, потому что получается, что мы удовлетворяем желание одних, получится, что действуем в противовес другим. Поэтому администрации было рекомендовано управляющей компанией провести собрание жителей, на которых выявить большинство голосов либо за, либо против, и опросные листы предоставить нам в администрацию. До сегодняшнего дня управляющая компания листы опросные не предоставила, у нас даже нет информации, проводились ли такие собрания. А это дорога, которая ведет к домам с улицы Ивановской. Дорогой назвать ее сложно скорее направление движения. В документах она не значится, но вместе с тем жители вынуждены активно ее использовать. Эта дорога стихийно наезженная, сформирована, но тем не менее принято решение о ее, естественно, приведении в надлежащее состояние, и в дальнейшем даже асфальтирование. То, что мы ее регулярно подсыпаем, щебнем, гравим, градируем, это все есть. Потому что жалобы жителей, естественно, поступают регулярно в администрацию, мы на них реагируем, ну, по мере бюджетных возможностей. Городские власти не исключают, что дорогу удастся даже заасфальтировать. Но в условиях дефицитного Кохомского бюджета произойдет это не раньше 2021 года. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.